7 класс, 18 серия. Повторим обобщенный признак делимости на 7, 11, 13. Произведение этих чисел 7, 11, 13 число 1001. Давайте проверим, делится ли на 7, 11, 13 число 188 650. Разбиваем на тройки, начиная с разряда единиц. 650, а здесь 188. Из большего вычесть меньшее. Значение разности 462. А теперь надо проверить число 462. Делится ли на 7, 11, 13? 462 можно представить в виде суммы 420 плюс 42. Каждая слагаемая делится на 7, значит и 462 делится. Итак, на 7 делится. Теперь проверим на 11, делится или нет. Складываем цифры, стоящие на нечетных местах. 2 плюс 4 – это 6. Минус 6, 0, 0 делится на 11. Значит, на 11 тоже делится. Делится ли на 13. Отбрасываем последнюю цифру. И к числу 46 надо прибавить учетверенную последнюю цифру, отброшенную. 2 на 4 – это 8. Значит, 46 плюс 8 получается 54. 54 на 13 не делится. 52 делится, а 54 – нет, не делится. Значит, вот это число будет делиться на 7 и на 11, а на 13 не делится. Давайте рассмотрим еще одно число. 4 миллиона 149 тысяч 600. Разбиваем на тройки, начиная с разряда единиц. Это будет 600, это 149, а это 4. Складываем 600 и 4. 604 минус 149, получаем 455. А теперь надо проверить, 455 делится ли на 7, 11 и на 13. 455 можно представить в виде суммы. 420 плюс 35. Каждая слагаемая делится на 7, значит, на 7 делится. И 455, и вот это семизначное число. Применяем признак делимости на 11. Находим сумму цифр, стоящих на нечетных местах. И из этой суммы надо вычесть 5. Получается 4. 4 на 11 не делится. Значит, на 11 это число не делится. Делится ли на 13? Отбрасываем последнюю цифру. И к числу 45 надо прибавить. 5 умножить на 4. 20. Получаем 65. 65 на 13 делится. Итак, вот это число делится на 7 и на 13, а на 11 не делится. Первая задача. Какую цифру надо приписать к числу, чтобы это число делилось на 7? Применяя обобщенный признак делимости на 7, 11, 13, разбиваем на тройки. Так, а вот здесь будет 10 плюс х. Пропущенную цифру обозначим за х. Складываем стоящие на нечетных местах 450 плюс 10 плюс х. И из этой суммы надо вычесть 230. Что получится, если раскрыть скобки и упростить? 230 плюс х. Надо найти такое значение х, чтобы значение вот этой суммы делилось на 7. 230 можно представить в виде суммы таких чисел. 210 делится на 7. 14 делится на 7. Остается 6 плюс х. Так вот, надо найти такое значение х, чтобы 6 плюс х делилось на 7. Здесь два решения. Можно вместо х записать единицу. Вот 6 плюс 1 делится на 7. А можно записать цифру 8, потому что 6 плюс 8, 14, тоже делится на 7. Итак, ответ в этой задаче. Значит, пропущенная цифра может быть единицей. Число будет делиться на 7. А может быть цифрой 8. Тоже будет делиться на 7. Задача вторая. На полке стоят тарелки. Сначала взяли половину всех тарелок без 4, потом половину оставшихся. На полке осталось 10 тарелок. Сколько тарелок было на полке первоначально? Решим эту задачу на отрезке. Построим отрезок. Допустим, вот это все тарелки, которые были на полке. Крестиком обозначим середину. Допустим, это половина всех тарелок. Сначала взяли половину без 4. Вот столько взяли сначала. То есть до половины не хватает 4. После того, как взяли половину без 4, все оставшиеся тарелки надо разделить на 2 равные части, потому что взяли половину оставшихся. И осталось 10. Значит, весь остаток 10 до 10 – это 20. А вопрос задачи. Сколько тарелок было на полке? Вот, глядя на эту картинку, можно сразу сказать, что вот это будет 6. 10 минус 4. Половина всех тарелок – это 6 плюс 10, 16. Значит, всего тарелок 16 до 16 – 32. Было 32 тарелки на полке первоначально. Задача третья. Для каждого значения параметра А определите число корней уравнения. Уравнение с модулем и с параметром А. Давайте сделаем так, чтобы модуль был слева от знака равенства, а все остальные слагаемые, содержащие параметр А, либо вот просто числа переносим в правую часть. То есть, приводим вот к такому виду. Модуль под знаком модуля 5х минус 3, а справа от знака равенства – А плюс 7. Параметр А может принимать разные значения. И в зависимости от того, какие значения принимает параметр А, может быть, два решения, может быть, одно, а может быть, вообще решений нет. То есть, два решения будет в том случае, если А плюс 7 больше нуля. Тогда раскрытие модуля идет, вот рассматриваются два случая, и получаем два решения. Если А плюс 7 равно нулю, надо выражение, стоящее под знаком модуля, приравнять к нулю, и корень будет один. А если А плюс 7 – число отрицательное, тогда решений нет. Записываем ответ. Итак, если А минус 7, то есть, если вот здесь будет 0, одно решение. Если положительно А плюс 7 больше нуля, то есть, А больше, чем минус 7, два решения. А если отрицательно А меньше, чем минус 7, то есть, А плюс 7 меньше нуля, тогда решений нет. Ответ записывается в три строки. Рассматриваются три случая. А плюс 7 по 7. Продолжение следует...